История человечества Прежде чем осмыслять миллионный марш шиитов с религиозной точки зрения, хочу сказать, что в настоящее время формируется новая нация, и это шиитская нация. Каждый представитель этой нации объединен любовью к имаму Хусейну и готов совершенствовать свое могущество. Это событие не воспоминание о прошлом, а наоборот, формирование будущего из настоящего, потому что шиизм не только оставил свой след в прошлом, но и устремлен в будущее. Мы являемся свидетелями появления последнего человека. Как глубоко веруют шииты, этот последний человек, имам, будет бороться против угнетения со своей армией и соберет всех угнетенных вместе. Это война против Даджжаль. В наше время Даджжаль — это США. Даджжаль — это модернизм. Даджжаль — это глобальная технология и культура, уничтожающая целые поколения людей. Многие материалисты думают, что после свержения Саддама Хусейна и американского вторжения в Ирак, в Вавилоне и Шумере, а также на территории других древних святых земель, была создана новая система, и благодаря ей возникла новая, совершенно иная картина. Мы воюем против общего врага вместе с иранцами, шиитами и сирийцами. Поэтому мы наблюдаем новые метафизические явления. Могу сказать, что последний этап человеческой истории уже начался. Для нас, русских, борьба с ИГИЛ соответствует нашим национальным интересам. Борьба с ИГИЛ — это своеобразная защита России за пределами России, потому что если они достигнут своих целей, то устремятся в сторону России. Но, с другой стороны, есть еще один аспект этой войны, а именно то, что вы сражаетесь с Даджжалем с помощью этого шествия Арбайинь. И мы, христиане, также сражаемся с Даджжалем, то есть с Антихристом. Поэтому общее между нами и вами заключается в том, что каждый из нас борется с несправедливостью и полон решимости отомстить за угнетенный народ. Почему это шествие так сильно нервирует некоторых? Я думаю, что прежде всего они поняли, что наши народы пробуждаются, и что мы ведем великий джихад против несправедливости. Именно эти факторы заставляют их нервничать. И когда мы видим все это, мы можем понять, кто такой Даджжаль, которого коробят одухотворенность и животворящая любовь. Здесь я стал свидетелем очень странного и необычайного события. Мусульмане, которых преподносят всему миру жестокими воинами, на самом деле являются людьми, полными любви, сочувствия, дружбы и миролюбия. Потому что здесь собрались миллионы людей, и они дарят друг другу только любовь и тепло. Это представляет собой дух религии. И эта религия — ислам. Ислам — это религия любви для человечества.